Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня вторник, 30 сентября 2014 года. С вами Игорь Суздальцев, ведущий программы «Торговый план» на видеопортале Трейдеров и Трейд ТВ. Ну что ж, начнем со вчерашнего дня, пожалуй, сегодня. Вчера, как вы помните, мы говорили о том, что государство должно было спасать и биржу, и рубль. Но, к сожалению, этого не произошло. Или сил было недостаточно брошено, или вообще этим не занимались. Вообще, помощник президента белорусов вышел только вечером, сказал о том, что рубль переослаблен и ожидает его укрепления. Ну, конечно, уже в 6 вечера это было поздновато делать. Давайте посмотрим на то, каким видится сегодняшний день. Начать предлагаю с краткого обзора новостей Томпсон Рейтер, который нам рассказывает следующее. Краткий итог. Томпсон Рейтер увидится таким. Сформировавшийся... Сейчас, одну секундочку, я выведу его на экран. Чтобы это было видно всем, не только мне. Краткий итог выглядит следующим образом. Сформировавшийся перед открытием торговой сессии в России внешний фонд можно считать умеренно негативным. Да, с этой формулировкой можем согласиться. Снижение котировки ведущих фондовых индикаторов из-за возможных проблем в стране, которые занимают второе миру по размеру экономики, вполне закономерно. Более того, в второй половине дня ожидается решение ОСО санкциях по отношению к России. И здесь, помимо решения, также будет важна риторика, от которой может зависеть дальнейшая динамика российских индексов. Вполне вероятно, что старт торгов будет проходить на уровнях предыдущего закрытия, либо чуть ниже. Ну да, вполне это может быть. Давайте мы посмотрим на предыдущие, так сказать, что в расширенном варианте, что они описывают. Да, они описывают, что десятки тысяч протестующих сторонников демократии продлили блокаду улиц Гонконга во вторник. Они накапливают запасы и возводят импровизированные баррикады. Опасения вызывают, что полиция постарается очистить улицы перед празднованием национального дня Китая. Да, то есть гонконгская проблема, она серьезно осложняет протесты по поводу выборов или невыборов руководителя Гонконга. Значительно осложняет. И, пожалуй, она не придает уверенности любителям ввести валютную пару гонконгский доллар, российский рубль, на биржи. Такие были, так сказать, желания заменить доллар гонконгским долларом, но пока вряд ли, прямо в ближайшее время это может произойти, потому что там свои проблемы. Биржи, как мы вчера говорили, вчера отступили. Немножко, наверное, улучшилась ситуация к концу дня, но переломить ситуацию не удалось. Рубль-доллар уступил существенно. В общем-то, так мы как бы... Трудно, как-то оптимизма пока не видно на рынке, судя по новостям. Таким образом, что мы ожидаем сегодня? Никаких ключевых новостей внутри России я не увидел. Пожалуй, единственная новость, которая меня заинтересовала, новость о том, что государство будет удерживать, принимать меры по удержанию молодежи в стране, поскольку это нарушает целостность и подрывает демографический рост населения. Россия превращается в страну пенсионеров, где голодные пенсионеры требуют денег, а работать никто или не может по возрасту, или не хочет, потому что демотивация за счет высоких налогов и слабого рубля, она уже, конечно, налицо. Поэтому, что будет сегодня делать банковой семье вообще непонятно, потому что панические продажи вчера остановить не удалось. Сегодня это может вполне продолжиться, и какими словами останавливать это все, пока непонятно. Поэтому умеренный пессимизм сегодняшнего дня, ожидание ослабления и рубля, и снижение индекса в бирже вполне, так сказать, вероятно. И надеемся только, что это будет не очень глубокая просадка, все-таки какое-то место для коррекции понижательного тренда хотя бы на завтрашний день, чтобы нам осталось. Ну что ж, коллеги, вот такой фон информационный у нас перед началом сегодняшнего дня торгового. И давайте перейдем, поскольку сегодня вторник, мы перейдем с вами к опционам. Значит, сегодня по опционам мы поговорим с Андреем Зубковым. Он будет с нами буквально через секунду. Андрей, я вижу, что вы в системе, вам нужно включить камеру и микрофон. Вот, камера уже есть. Микрофон, видимо, сейчас тоже включится. Нет, пока не включился. Извините, не услышал микрофон. Вот сейчас, наверное, слышно, да? Да, сейчас слышно хорошо. Слушаем вас, Андрей. Я тогда, с вашего позволения, перейду сразу в демонстрацию своего рабочего стомана и буду демонстрировать и рассказывать. Хорошо? Да, конечно. Спасибо. Вот я полагаю, что видно мой рабочий стол и меня слышно, да? Подтвердите, пожалуйста, Игорь. Ага. Хорошо. Видно, что вы об опционной стратегии или об опционах очень просто. Да, и вот это то, о чем я сегодня хотел бы поговорить. По поводу... Тут возникли различного рода дискуссии по поводу того, стоит ли торговать опционами стратегиями, чем лучше торговать нью-черсами или опционными стратегиями. А начало этой дискуссии, ну, оно, в общем-то, давно ведется, но в последнее время было много интересного на эту тему материала. Я вам рекомендую посмотреть пост Андрея Крупенича на Smart Lab, который назывался «Зачем трейдеру опционы?» Он был 11 сентября. Кто не знает, Андрей Крупенич – это основатель сайта Low Risk и основатель, и главный организатор народных опционных конференций. Кстати, следующая опционная конференция состоится не далее, как в эту субботу в Москве. Так что на эту тему я бы порекомендовал посмотреть ролик с дискуссией между тем же Андреем Крупеничем и Георгием Вербицким, основателем другого трейдерского сайта. Ролик называется «Фьючерсы или опционы». Опубликован в YouTube 16 сентября. Теперь, значит, почему я именно торгую опционной стратегией. Но, к сожалению, я лично не попадаю в категорию тех пяти, там, или скольки процентно-успешных трейдеров, которые торгуют направленно. Причем по разным инструментам. Я пробовал торговать спот, фьючерсы, валюты. Но, надо заметить, что не даются мне торговли от всяких уровней, использованием волн. Тем более, не дается интуитивная торговля, потому что, к сожалению, у меня нет стеклянного шара, в котором видно будущее. Нет родственников правительства и тому подобного. Единственное, что у меня более-менее так получалось иногда, это скальпинг. Но скальпинг у меня получался тоже очень хорошо. То есть, получалось много-много коротких сделок, и потом одна неудачная, и где я из скальпера быстро превращался в инвестора со всеми вытекающими последствиями. Андрей, я предлагаю пока закрыть эту надпись и дать вас в эфир. Почему? Потому что мы вас слышим, но не видим. Да не надо меня видеть. Сейчас я перейду к показу. Я сейчас закончу лирическое отступление, да? Я сейчас перейду, на самом деле, к показу. Вот. Поэтому, на самом деле, я считаю, что... Значит, почему я перешел на торговлю опционом? Я считаю, что каждый, в общем, нормальный человек, у которого есть голова, руки и еще та часть тела, на которой удобно сидеть и с помощью которой можно проявить усидчивость, анализировать позиции, может торговать телефон. А, фу, телефон, опцион. Вот. И при этом, в общем, стабильно, хотя и немного, зарабатывать. Вот. Для начала, вот всякие банальности, типа того, что вот, чем отличается, например, направленная торговля от направленной торговли тем же опционами. Значит, да, в общем-то, ничем. Единственное, что опцион вы покупаете за премию, это есть ваш, в общем-то, стоп, который, на самом деле, не сгорит так быстро. Это раз. Во-вторых, на него не принесется рынок. Это два. Если вы... Андрей, я извиняюсь, сейчас мы видим просто кусок... Вот сейчас только появилась картинка, да. Вот, сейчас будет картинка, да. Уж меня извините. Ну, так построили мой рассказ. Вот. Если вы хотите торговать направленно с использованием различного риск-менеджмента, то есть, используя соотношение между риском и профитом, то опционы позволяют вам открывать такие позиции. Ну, вот, например, данная позиция представляет из себя бычий спред, который создан на калах. То есть, продается кол 125,5, покупается кол 125,5, продается кол 120. Это, значит, создает некую позицию, которая будет по-любому для вас зарабатывать и в случае движения роста цены базового актива. Точно так же можно создать и позицию, которая будет направлена будет зарабатывать, если будет снижение базового актива. Вот, все эти вот позиции я моделировал в воскресенье с помощью программы Option Lab и вот если бы и моделировалось условие того, что они бы открывались в пятницу. Так вот, если бы вот мы в пятницу открыли позицию Call Spread бычий, то, соответственно, как здесь вот видно, я надеюсь, что всем видно, что эта позиция при одном контракте потеряла бы, в общем, практически весь свой запас и потеряла бы где-то 320 пунктов. В то же время позиция открытая как бычий медвежий Put Spread, она бы принесла бы профит. Вот, и получается, что на самом деле если бы были открыты эти две позиции, что, в общем-то, совершенно безрисково, то в результате был бы профит по порядку там, 290 пунктов. ну, вроде бы, немного с одной стороны, но с другой стороны, в общем, совершенно безрисково. Но это при сильном движении рынка, который мы наблюдали в понедельник. Далее, значит, в самом деле большинство опционщиков настоящих, которые реально торгуют на таких приличных объемах, они все торгуют от продаж, строят позиционные позиции от продаж. Кстати, поэтому я хотел бы рассмотреть некую позицию, которая называется ratio spread, которая создается на калах, и которую, вот, надеюсь, вы видите здесь на рисунке. Вот, и рассмотреть, что главное, значит, в продажах опционов. Главное, это то, что имеет четкий план, что же вы будете делать, если рынок пойдет против вас. Вот, на данном примере я бы хотел рассмотреть, как, собственно, строится такой план. Вот эта позиция, которая здесь представлена, она чем хороша? Тем, что у нее защищена левая часть. То есть, при падении базового актива, цены базового актива, ваша позиция по-любому принесет некий прорис. При росте, соответственно, она может уйти в убыток. Это положим, мы в пятницу открыли такую вот позицию. То есть, мы продали. Кстати, местоподобное предлагал в прошлый вторник открыть Илья. Как раз он предлагал открыть некий рейтил спред, колд спред, именно на этих страйках. То есть, на страйке 117,5 продается, в данном случае он такой классический, то есть, соотношение 1 к 2, продается 4 контракта и покупается 2 контракта 115 страйка. Значит, позиция самая, скажем, оптимальная прибыль ее, если будет снижение не максимальное, а такая наиболее вероятная прибыль, она дает в общем с 1320 пунктов. Положим, что у нас депозит 100 тысяч рублей. Грубой этой позиции составляет чуть меньше 20% этого депозита, то есть, где-то 16 тысяч с небольшим. Итак, открытая позиция была в пятницу. И вдруг, вот, положим, вчера наступил понедельник и случилось страшное, да, у нас произошел гэп. Гэп, причем рост на 5000 пунктов. Соответственно, позиция сразу становится убыточной и с ней что-то надо делать. Значит, здесь я рассмотрю самый простой случай, что с ним можно делать, это ролирование. Хотя, значит, возможны и другие варианты, как то хеджирование фьючерсом, там, какими-то другими опционами. Вот здесь мы рассмотрим тупо ролирования. То есть, позиция закрывается, с убытком, под который здесь красненький выделен, 3 с лишним тысяч пунктов. Да, и открывается новая позиция на других страйках. Соответственно, с большим объемом и с большим, соответственно, ГО. Страйки берутся уже как бы смещенные вправо, то есть, 120 страйк покупается, 122 с половиной продается в пропорции 4 к 10. Опять проходит некоторое время, скажем, неделя. Наступает следующий понедельник 6 числа. И опять случается страшное. Да, значит, хочу сказать, что вот эта позиция открывается таким образом, чтобы перекрыть предыдущий убыток 3 с лишним тысячи пунктов. Там получить прибыль такую, чтобы хоть какой-то был вот профит. Вот он здесь желтеньким обозначил 2 с половиной тысячи пунктов. Андрей, я немножко вас остановлю здесь. Давайте мы не будем заглядывать в страшное и в следующий понедельник, а давайте все-таки конкретно сформулируем мысль, потому что достаточно много людей вас смотрит, я вижу, что опциончиков много у нас. И можно сформулировать мысль, вот что сегодня делать на ваш взгляд на рынке, чтобы было не страшно, а было наоборот весело и приятно. Ну, вопрос интересный, что делать сегодня на рынке. Что было делать вчера на рынке, было понятно, значит, надо было вчера тупо шарпить. Все опционные позиции, которые собственно открывались, они на продажу, они наверняка там приносили некий убыток, да, и что-то с ними надо было делать. Вот позиция, которая вот здесь я представлю, она убыток бы не приносила, она бы тупо бы, значит, зашла в зону своей прибыли, ее можно было бы закрывать. Если бы мы открывали позицию, вот, которая была у меня, да, открыта, вот я сейчас здесь покажу, да, это собственно она из себя представляет два рейтио спреда, это коловый и путовый. Вот эта вот позиция вчера моя, да, открытая, чувствовала себя не очень хорошо, потому что она начала смещаться вот в зону там левую, и если до этого наш рынок как бы ходил в определенном диапазоне, и даже вот реакция там на Евтушенкова выпустили его, там, посадили его обратно, моя позиция вот такая вот, она приносила прибыль, несмотря на то, что рынок бегал куда-сюда, но он бегал в определенном диапазоне. Вчера диапазон несколько сместился слева, и если он еще сместится, да, то, значит, придется эту позицию ролировать. А, да, я извинюсь, 6 минут до открытия рынка, что делать сегодня? Вот это единственный вопрос, который сейчас я вам задаю, и прошу вас на него ответить. На ваш взгляд, что вы будете делать, как бы, вы не даете торговых рекомендаций? Нет, я не даю торговых рекомендаций, значит, если рынок будет снижаться, то мне придется свою позицию ролировать. Если кто-то, значит, в кэше, да, то я бы на самом деле воздержался бы от каких-то резких действий и посмотрел бы, куда пойдет рынок с учетом того, что с одной стороны сплошной негатив, с другой стороны вроде бы хотят смягчить санкции. Поэтому ситуация не очень предсказуема. При этом на самом деле того, где в Тушенково тоже могут отпустить в любой момент, и рынок на это среагирует весьма положительно. Андрей, я понял. Что вы планируете, осталось 5 минут до начала рынка, что вы сейчас планируете делать прямо в моменте? Ну вот я, поскольку у меня открыта такая опционная позиция, я планирую либо ее ролировать, если будет снижение базового актива, либо ничего не делать, поскольку у нас похождение в этом диапазоне будет приносить мне только прибыль. Все. То есть вы планируете оставаться в каком, в какой конструкции, как правильно? Вот, которая нарисована. Это, я не знаю, как она точно, а, это называется Double Ratio Spread. Вот он. Он состоит из двух спредов, из двух ratio spread путового и колового. То есть проданные и купленные путы, проданные и купленные колы. Это какой? Мудвежий спред или как? Нет. Это, он как бы, это дельта нейтральная позиция, вообще говоря. А, все понял. Планирую сходить. Каналы, в смысле циферки, которые, если не видно на рисунке, то они здесь вот внизу представлены. Я понял. Тогда я предлагаю назвать сегодняшний ролик так. Андрей Зубков, планирую оставаться в Double Ratio Spread? Нет, я бы не стал вот так называть. Я бы сказал, что тут планирую планировать. Ну, то есть планирование продолжается. У меня есть план. Нет. Я бы назвал так. У меня есть план, и я собираюсь его выполнить. Ну, давайте скажем так. Пока остаюсь в Double Ratio Spread. Вы же пока в нем, правильно? Ну, пока в нем, но если рынок будет снижаться, мне придется его реализовать, то есть закрывать, открывать что-то новое, чтобы покрыть мои убытки и получить какую-то прибыль. я понял. Но пока стоишь в Double Ratio Spread, это вот то, что та ситуация, которая есть на сейчас, правильно? Ну, можно и так, да. Хорошо. Хорошо, Андрей, спасибо большое. Не за что. Да, я думаю, что опционам нам сегодня стало многим попонятнее, мне в частности. Ну, что ж, коллеги, тогда продолжаем с вами, переходим к теме торговли по индикаторам технического анализа. Об этом расскажет нам сегодня Дмитрий Семенов, трейдер компании Калита Финанс. Дмитрий будет с нами, я уже вижу. Добрый день, Дмитрий. Приветствую, Игорь. Приветствую всех. Вот так, когда открытие рынка осталось в нашу 2 минуты, то буду краток, сразу в графике посмотрим. Так, начнем с графика доллар-каналовский доллар. Ну, тут все ясно из графика. Цена подошла к верхней границе канала восходящего. Лично я продал с коротким стоп-лоссом, несмотря даже на то, что сегодня выходят новости по ВВП Канады, так как я новости новостной фон вообще не учитываю, торгуя исключительно по технике. Если цена закрепляется ниже вот этого уровня, примерно 1.11, то вероятность снижения к нижней границе канала, она существенно повышается. Австралийский доллар к американскому картинку я показывал, показывал ступеньки, по которым котировки снижались. И, соответственно, вот в этом месте я ожидал выход цены из нисходящего канала, так как была нарушена вот тенденция ступенек, цена облила очередную поддержку, но закрепилась выше нее. В этой сделке я вышел по нулям, потому что выход из верхних стелсеров. И сегодня, смотрите, в принципе, ступенек уже нет, наблюдается вот такое сползание котировок, и сейчас у нас котировочки подошли к верхней границе канала, нисходящей, то есть сопротивлению. Идея простая, если будет пробой вверх, можно пробовать искать возможности для покупок, но я продавать в данной ситуации не собираюсь. Ну и напоследок график, вернее, кросс-курс евро-австралийский доллар, цена вышла из канала восходящего, но тем не менее я ожидаю все-таки движения вниз, считайте это трендерской интуицией, сигналов явных к продаже нет, но я ожидаю тем не менее пробой поддержки канала и снижения котировок куда-нибудь вот сюда. Ну то есть я предлагаю потом в следующих наших передачах вернуться к этому графику все же посмотреть что произойдет. То есть это никакая не рекомендация к действиям, вот идеи, которые я высказываю, они отражают лишь мое понимание рынка. Игорь, наверное, сегодня у меня все. Да, спасибо большое, Дмитрий. Ну что ж, коллеги, у нас действительно мы сегодня затянули немножко. Ну ничего страшного, мы через неделю будем выходить с 9 до 6 вечера, поэтому как бы у нас все наши идеи мы успеем озвучить, будем говорить по разным тематикам, достаточно широко, времени будет много, поэтому так торопиться не будем. Ну а сегодня я желаю всем успеха, успешных торгов, рынок уже открывается, и напоминаю, что сегодня вечером в 18.00 встречаемся на воздвиженке на Московской бирже на семинаре Ильи Коровина по опционам. Уверен, что будет интересно. До встречи вечером, ну а завтра 9.30 здесь, как обычно. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова